Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Тема нашей сегодняшней программы – молодежный сленг и жаргон. Сленг выполняет парольную функцию, позволяет идентифицировать своих и чужих. Студенческий жаргон имеет свою историю. В 19 веке семинаристы любили пошутить. Выдумывали новое слово, его тут же подхватывали все остальные. Например, слово «катавасия» греческого происхождения. В переводе означает беспорядок, суматоху, путаницу, возню. Изначально так называли действа в ходе утренней церковной службы, когда два хора сходились на середину церкви и пели. Семинаристы в это время озорничали, радуясь возникшей неразберихи. Именно в таком значении данное слово закрепилось в современном русском языке. Слово «ахинея» тоже пришло из языка семинаристов и представляет собой искажение прилагательного. На уроках риторики семинаристов учили афинским премудростям, которые очень утомляли. Глагол «расквасить» в значении «разбить», «повредить» тоже связан с языком семинаристов. Но к русскому слову «квас» отношения не имеет. Изначально было слово латинского происхождения, которое в переводе означало «разбитый», «треснувший». Семинаристы адаптировали латинский корень и приспособили его к русской словообразовательной модели. Слово оказалось очень удачным и бытует в нашей речи и по сей день. Конечно, молодежный сленг обедняет язык и ослабляет лингвистический иммунитет человека, потому что это дублирующая система, затрудняющая понимание. В молодежном сленге набор языковых единиц очень подвижен. Лингвисты, изучающие этот феномен, обычно обобщают данные анкетирования. Вот как менялась молодежная лексика от Сталина до наших дней. Например, юноша. В 50-е это парень, в 60-е кадр, people, men, в 70-е кекс, чувак, в 80-е персонаж, мужик, штрих, а в 90-е перец, пацан, в нулевые годы криндель, чел, в 10-е годы 21-го века кент, кадр, балбес, в 2015-м бой, кун, чувак, чел, кент, мен, кекс, поцик, а сегодня краш. Мы видим, что некоторые слова быстро выходят из употребления, а другие, наоборот, обретают второе дыхание и с течением времени возвращаются в молодежную речь. Например, бесплатно. В 50-е годы за так, в 60-е на шару, в 70-е за лысого, за балду, в 80-е халява, в 90-е сырно-нулевые, фри, в 10-е годы 21-го века дурником, а 10 лет назад на халяву, халявно, сейчас фри, изи. В настоящее время, к сожалению, активизируется криминальное или воровское арго. Это язык уголовников. Его элементы проникают в медиаречь, широко тиражируются. Жить по понятиям. Реальный, четкий, конкретный, под дурака косить, стоять на шухере, дурку гнать, косящить. Компьютерный жаргон тоже очень популярен. Мать, материнская плата, клава, клавиатура. В целом, снятие цензурных запретов в 80-е годы 20-го века привело к вспышке же организации разговорной речи, особенно в молодежной среде. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!